Привет, дорогие друзья и гости моего канала Цветочный сад у Аленушки. Сегодняшнее видео будет необычное. Пойдет оно снова о петунии. Хотела снять это видео 3 дня назад и показать то, что случилось с моей петунией. Но так как думала, что реанимирую ее и один горшок у меня петунии оказался под конфузом. А под каким? Часть петунии и большая часть, целый ряд я украшала своими петуниями зону с улицы. То есть в основном у меня основная масса горшечных растений стоит в зоне под навесом. Какие-то уголки со двора сделаны. Но и большую массу петунии я сделала украшение с улицы, чтобы это видно было и красиво. Многие задавали вопрос, как вы опасаетесь, не опасаетесь с улицы оставлять петунию, потому что могут и украсть. Люди разные. Не ходят ли у вас коровы там, хозяйство. Хочу сказать вам сразу, что наша улица молодая, оживленная. Хозяйство у нас никто не держит. И у нас как-то поселок городского типа. Вообще сейчас мало кто держит домашнюю живность, хозяйство. Насчет того, что украсть, я думаю, никто не позарится на петунию. Зачем? Может быть, конечно, это красиво. Но мы все друг друга знаем, поселок у нас небольшой. И, конечно, чтобы просто взять и забрать горшок, я думаю, это маловероятно. Но то, что могут напакостить, я не хочу никого обвинять, но случилось так, что я, вы видите сами, что я поливаю петунию и показывала вам, у меня леечка двухлитровая, маленькая леечка. И сейчас корневая система у петунии не такая большая, чтобы ей дать больше объема воды, либо удобрения разведенного. То есть обычно у меня лейка уходит, если большая емкость 12-15 литров, то я выливаю лейку, один раз в день я поливаю каждый вечер, по одному литру. То есть лейка идет у меня на два вазона, либо два горшка, два ведра. Почему маленькая лейка? Потому что большую лейку применять и поливать все растения, конечно, это очень тяжело физически, все же здоровье надо беречь. И поэтому в этом году я решила взять на заметку с канала своя закваска Анастасия. Она тоже показывала, как она поливает в прошлом году свои растения. У нее тоже маленькая лейка. Кстати, тоже она дала подсказку, что надо приобрести вторую лейку. И все же с двумя лейками будет, думаю, легче. У нас, как уже, наверное, день пятый не идут дожди, стоит яркая, солнечная, жаркая погода. Мы радуемся каждому денечку. И, конечно, сразу резкая такая жара, и грунт пересыхает. То есть, как раньше в прохладную и дождливую погоду можно было полить растения, полить питунью один раз в два-три дня, то сейчас, конечно, надо поливать каждый день, потому что грунт высыхает, земля становится такая сухая-сухая. Поэтому, конечно, переливать не стоит. Я смотрю по растению, пальцем пробую, вот так внутрь даже, какой грунт. Если грунт влажный еще, то я не поливаю. Пока что грунт будет сухой, тогда я поливаю свои растения. Но сегодняшнее видео я хочу вам донести и многим ответить на комментарий, как мои растения за пределами моей зоны, домашней зоны, то есть моего приусадебного участка, трогают ли их, не трогают. Три дня назад я столкнулась с такой проблемой. То есть я вечером полила все растения, внесла где-то палитру на одни растения, и на следующий день я каждое утро встаю, то есть какие-то дома утром важные дела сделала, и каждое утро я выхожу и осматриваю свои растюшки. Как ночь пережили, как они себя чувствуют, допустим, после той или иной подкормки, то есть у меня каждый раз осмотр растений. И то, что я увидела, меня очень удивило. Со стороны улицы у меня, я вам покажу сейчас чуть попозже, стоит ряд горшков, и одно растение очень сильно вялое и больное. Я подумала изначально, что либо фузариоз, или чем-то заболело, но когда я приподняла растение, я была просто в шоке. Туда, наверное, вылили пару ведер воды. Там столько было воды, и растение мое просто плавало. Горшок, вазон у меня был на 25 литров. Туда ушло 2,5 ведра грунта, которые я делаю для всех растений. Я делаю 50% садовой земли и 50% хорошо перепревшего коровика. Но я, когда руку... Я приподняла растение, я смотрю, вода. Думаю, откуда я литр всего лишь внесла. Тем более, все растения сухие, уже как бы высохли. Уже утро было. Это даже ближе к 12 часам было, пока я завтрак сготовила, пока прибралась, и вышла посмотреть. И я смотрела, я была просто удивлена. Дождей не было. Все растения стоят хорошие, а один вазон растения плавало. И прошло 3 дня. Сейчас покажу, что получилось с этим растением. Придется его на выброс убирать, заменять грунт. И, конечно, может быть, кто-то баловался из детей. Может быть, как получилось, что в этом вазоне оказалась вода, что я рукой 2,5 ведра, вот этот 25 литров вазон, я рукой достала, выливала воду, выливала воду, которая была там. Дренажное отверстие у меня в каждых емкостях есть. Вылила воду. И вы знаете, что я увидела? Что до такой степени была жижа уже. Там было много вылета воды туда. Сверху никак она попасть не могла. Как-то оказалось, что очень хорошо вместо меня кто-то пролил мой вазон с питуней. Поэтому сегодня сейчас покажу, в каком состоянии находится этот вазон. Сравню, покажу рядом растения. И какие-то выводы делать я не буду, не спешу, но так получилось. Как получилось, так получилось. Поэтому растения жалко. Там два растения, я делала микс, два растения в одном вазоне. И, конечно, придется что-то подсаживать, что-то заменять, потому что вазон красивый. И, конечно, буду делать какую-то новую пересадку. Но есть у меня одно хозяйственное ведро из-под краски. Там хорошо разрослось красивый сорт вегетативной питуней. Покажу вам позже, что я буду пересаживать. Оставайтесь на моем канале. Сейчас вы увидите, какой неприятный случай произошел у меня с одним вазоном питуньи. Может быть, кто-то и заметил этот вазончик, потому что я снимала как раз три дня назад этот ряд питуней. И издалека, я думаю, можно увидеть вот этот питунь. Второй ряд. Показываю вначале изначально, что все, вы видите сами, что все хорошие питуньки. Все живые, не больные. Развитие хорошее. Но... Но... Вот такая питунья. Она начала вять. После, конечно, она была в такой жиже, можно сказать. Грунт до сих пор не просох. Он стоит вот... Грунт до сих пор. Вот пластелин. Здесь у меня была мульча из сосновой. коры. Но пролила воду. Даже не стала. Вот. Она, в принципе, рыхлая, но верхушка. Но внутри корневая система. Здесь два растения. Внутри корневая система просто-напросто пропала. И уже реанимировать питунью, я думаю, не имеет смысла. Вся она пожелтела. Вся больная. Даже обрезать, если я обрежу. Так что вот такое растение у меня погибло. И я думаю, что уже оживить ее не получится. Очень жаль, потому что смотрелся очень красиво. Такой микс из двух видов питунья. Может быть, где-то я вытащу корневую систему. Может быть, где-то я посажу ее в открытом грунте. И чей-нибудь пролью. Может быть, эпином. Или цирконом. Или внесу HB101. Посмотрю. Потому что выбрасывать тоже жалко. Все же это растение. Вдруг оно живет. Вазон, конечно, я заменю полностью грунт. Потому что неизвестно, чем было полито. Какой водой. Потому что за три дня растение просто-напросто пришло вот такое непригодное состояние. Я думаю, что корневая система, если даже убрать это растение в этот же грунт, то высадить. Конечно, я рисковать не буду. Полностью пойдет замена и грунта, и растение все же. Я думала выбросить, но я его где-нибудь посажу в сторонке и посмотрю на его развитие. Где-нибудь в тенеобразной стороне. Как оно будет дальше себя чувствовать. Продолжаю, друзья. Я в приложении этого видео покажу вам уже замену грунта и замену растений, что я высажу. Потому что это уличная страна. И хочется, чтобы было красиво и ярко. Ну что, друзья. Вот эти два растения у меня одинаковые. Вегетативная петуния поделилась со мной моя хорошая знакомая Валентина. И теперь я из ведра, потому что уже емкости не было на исходе всей емкости, и мне было посажено это растение вот такое незрачное ведро из-под краски. Но теперь эти растения пойдут в вазон. Пока я ножку с вазона убрала, потому что неудобно. А потом поставлю. Изначально, когда пересажу, конечно, притеню, чтобы растение не так перебаливало на солнце. И потом в дальнейшем, конечно, поставлю уже на постоянное место. Здесь у меня грунт идет, земля садовая, потому что уже навоза перепревшего коровика у меня нет. Все уже давно закончилось. И, конечно, теперь, чтобы привезти это или осенью, или весной, потому что сейчас уже коровика не найдешь в это время. Что я сейчас сделаю? Я вытащу растение и аккуратненько перенесу, потому что их два у меня перенесу вот здесь на объем на 25 литров. Но когда пересажу, сейчас пока отключусь и покажу вам уже, когда растения будут на постоянном месте. Ну все, друзья, растение хорошо перенесло транспортировку на другой объем, в другую емкость. И теперь пролью сейчас водичку с добавлением биостимулятора HB101 и оставлю ее в затененном месте. Вот такая красивая теперь у меня будет питунья вместо той, которая перенесла стрессовое состояние и, конечно, погибла. Когда начала убирать ее из емкости из этой, конечно, я ее не оставила. Она мне пошла на выброс, потому что мучить растение я не стала. Ну вот и все, друзья, что хотела показать в сегодняшнем видео. Понравилось видео ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Кликайте под видео на колокольчик. Вам здоровья, удачи и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok